Нидропользователи региона и их субподрядчики готовы и дальше оказывать помощь в трудоустройстве жителей Ненинского округа. Однако уже сегодня при подаче вакансий в центры занятости они сталкиваются с определенными проблемами. Одна из них – практически полное отсутствие в регионе специалистов нефтегазовой промышленности. Об этом представители нефтяных компаний и совместных предприятий рассказали журналистам местных СМИ. Местные жители должны стоять первыми в очереди на свободные рабочие места в нефтяной сфере. Планомерная работа в этом направлении ведется в регионе с начала этого года. За это время в центре занятости региона появилось большое число вакансий по различным специальностям нефтегазовой промышленности. Сегодня мы ставим вопрос перед компаниями о том, чтобы в первую очередь при трудоустройстве рассматривались жители округа. На следующий день массово происходит перерегистрация подрядчиков, субподрядчиков, работающих на нашей территории, на территории Ненинского автономного округа. Это перерегистрация, постановка на налоговый учет в округе, перерегистрация и постановка на учет в нашем центре занятости. Сегодня на территории Ненинского округа работают крупнейшие нефтяные компании из страны, такие как Башнефть, Лукойл, Роснефть, Французская Тоталь. Разработкой недр занимаются их дочки и совместные предприятия. Одними из первых на проблему безработицы и отсутствие в регионе специалистов для нефтянки откликнулось совместное предприятие Башнефти и Лукойл Коми «Башнефть Полюс». Из последних трех вакансий в компании две были отданы жителям региона, отметил генеральный директор Владимир Нестеренко. Из 42 подрядных организаций 41 зарегистрировалась в Ненинском округе. Это отличный показатель. Кроме того, компания помогает готовить специалистов на базе Ненинского профучилища. Благодаря нефтяникам в училище появился трекол, который позволит обучать студентов и жителей НАО на водительскую категорию А2. Помимо этого, мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести еще сварочное оборудование. Таким образом, это позволит еще получать выпускникам этого профтехучилища еще одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компаний «Башнефть полис». О своих планах по трудоустройству местных жителей рассказал и Владимир Сарычев, генеральный директор «Востокнау» еще одного совместного предприятия «Башнефть» и «Лукоилкоми». По договоренности с администрацией Ненинского округа при найме сотрудников компания дает приоритет жителям региона. Однако на этом этапе возникает проблема. Ненинский округ не богат специалистами, которые готовы работать в нефтегазовой промышленности, отметил Владимир Сарычев. Компания «Востокнау» заключила соглашение с институтом САХУ, город Архангельск, для подбора кандидатов и будущей работы. И в этом году мы уже будем давать практику. В компании «Востокнау» это специалисты именно в разведке и геологоразведке. Мы надеемся на то, что эти сотрудники пойдут к нам работать. Валерий Клинчев, генеральный директор РУ «Свет Петра» совместной компании «Зорбежнефти» и «Петра Вьетнама», также сообщил, что его компания уже встала на учет в Центры занятости региона. Вопрос с поиском работы на месторождениях компании решается положительно. Есть список конкретных вакансий, есть предложения по обучению кадров. Не решается пока единственный вопрос – это доставка людей на месторождения. Как вы знаете, у нас люди работают вахтовым методом. Есть вопрос, который мы сегодня обсуждаем с администрацией, как доставлять людей до наших месторождений. Что нет прямого сообщения. Но думаю, что вопрос этот будет решен, положительный. Кроме того, на встрече с журналистами Валерий Клинчев представил еще одну дочернюю сервисную компанию, которая впервые заходит на территорию округа. Предприятие «Нефтеотдача» – стопроцентное дочернее предприятие «Зарубежнефти». Работает на рынке уже более 30 лет. Буквально в марте месяце мы оснастили и запустили на месторождениях «Руситпетра» пять бригад по текущему капитальному ремонту скважин. Где, собственно говоря, будем работать качественно, надежно и долго. Появление новой сервисной дочки – это дополнительные рабочие места для жителей Неницкого округа, заверили в компании. О перспективах приема на работу местных кадров заявили и в РН «Северная нефть». Свои вакансии они уже направили в Центр занятости. Я рад, что в это непростое экономическое время недропользователи нас слышат, идут нам навстречу и четко понимают, что у нас две задачи – не просто добывать нефть и платить налоги, но и в первую очередь думать о людях, живущих на этой замечательной земле. Аналогичную работу по трудоустройству местных жителей ведут и подрядчики-недропользователи, которые работают на территории округа. По информации Департамента природных ресурсов, сегодня в регионе работают 288 подрядных организаций, из них 146 зарегистрированы в НАО. Их проверкой сейчас занимается налоговая служба. Несмотря на внушительное количество вакансий в нефтяной отрасли, которая уже сегодня есть в Центре занятости, предстоит большая работа по подготовке и переобучению безработных жителей региона с тем, чтобы они получили специальности для работы в нефтегазовой промышленности.